Во время Советского Союза, это было одно единое государство, в 88-м году армяне Карабаха и не только Карабаха заявили свою волю присоединиться к Армении. Мне кажется, ты, наверное, согласишься, что в этом ничего плохого нет, каждый народ имеет заявить свою волю. После того, как... Слушай. Я не против того, чтобы люди заявляли свою волю. Территорию просто нужно оставить. Чужую территорию с собой брать не надо. Нет проблем, присоединяйтесь, хотите присоединиться к Армении, присоединяйтесь. Чужую территорию оставьте. Да, но вопрос в том, что ты исходишь из того, что считаешь эту территорию уже чужую, тогда вопрос, на каких основаниях считаешь? Нет, не я ее считаю чужой. Официальная позиция Армении такова. Это не Армения. Я еще про 88-й год говорю, я же иду по хронологии событий. Так я тоже говорю про 88-й, про любой год. Эта территория, Армения ее не признают своей по сегодняшний день. Соответственно, эта территория чужая. Ну да. Нет, тогда в 88-м году Армения и Карабах вместе, народ Армении, народ Карабаха, армяне заявили свою волю. Нет такого понятия, подожди, нет такого понятия, как народ Карабаха. Вы когда говорите, вы армяне, когда говорите народ Карабаха, вы не подразумеваете азербайджанцев, которых вы провели этнические чистки и изгнали оттуда. Это тоже не право. Это не право. Это не право. Здесь дело, знаешь, не в том, я поэтому тебя сразу остановил по истории. У нас нет смысла даже говорить. Как это не история, это аналоги юридических событий. Даже о недавней истории нет смысла говорить, потому что вы изначально говорите неправду. Ты начал с того, что эти люди изъявили свою волю, но нет, они не изъявляли. Если ты будешь говорить такими понятиями, как народ Карабаха, подразумевая тех людей, которые живут в Карабахе, независимости от их национальности, то ты изначально не берешь учет азербайджанцев, которые не изъявляли такой воли быть частью Армении, как-то присоединяться к Армении или быть независимыми. Не было такой воли? Ну вот, отлично. Не было. Я рассказываю о хронологии юридических событий. Причем тут их воля? Ты сам сказал про волю народа и спросил меня, это не плохо? Я тебе ответил, это плохо. Это плохо, когда это ложь. Это плохо. Вот. Ты мне на это отвечаешь, что если каждый народ имеет право изъявить свою волю, но при этом без территории. Это как бы две понятия, которые противоречат друг другу. Тогда, если имеют право изъявить... Нет, не каждый народ. Подожди, подожди. Не перевирай мои слова. Я не сказал про каждый народ. Ты сам задал вопрос про народ Карабаха, подразумевая изначально только армян. И я тебе сказал, да никаких проблем. Если хотят армяне Карабаха стать частью Армении, пусть идут в Армению. Оставьте территорию. Их 90 процентов. То есть 90 процентов должны уехать, оставить 10 процентов? Совершенно верно. Их там не 90 процентов. Их, наверное, сейчас, конечно, там и 100 будет. Нет, тогда было. Их там не было 90 процентов. Это тоже сказки, которые вы рассказываете людям. А куда те миллионы азербайджанцев, которые вы знали, это какой процент? Что значит сказки? Откуда ты берешь информацию, которую, в принципе, ты говоришь, это правда, неправда? Вот ты сам был там? Ты сам делал перепись населения? Нет. Ты откуда, наверное, берешь эту информацию? Мне не нужно там быть. Я и во Второй мировой войне не участвовал, и в Первой мировой не участвовал. Ну, хорошо. Ты читаешь где-то, да? Откуда у тебя информация? Я ни разу не был в Освенциме, но я знаю, что там происходило. Откуда знаешь информацию? Это дешевый трюк. Попытаться свести разговор, а ты там был, если не был, то не знаешь. Нет, подожди, мы знаем. Хорошо. Факты откуда ты берешь? Источники у тебя какие? Я знаю про несколько миллионов азербайджанцев, которых вы изгнали оттуда в начале 90-х. Нет, ты не прав. А я тебе говорю, ты не прав. Ты не прав. А я знаю, что это неправильно. Так как мы будем опилировать? Окей, тогда мы делаем так. Мы тогда не оспариваем какие-то факты, которые ты принял как факт, и я принял как факт. Нет смысла об этом говорить. Ты не согласен с этим? А я не согласен с тобой. Все, давай на этом оставим. Пойдем дальше. Так это, послушай, то есть мы не ссылаемся на какие-то факты, на какие-то источники, а просто чисто свое мнение говорим, и каждый из себя будет свое мнение продвигать, как уже существующий доказанный факт. Совершенно верно, потому что по фактам мы с тобой не сходимся. Ты не признаешь, что мы не признаем факты. Мы просто проверим правдивость этих фактов просто. Ну, мы же не будем сейчас, у нас нет времени на какие-то проверки. Если ты хочешь, я могу предложить тебе такой формат. Мы сюда пригласим нескольких азербайджанцев, которым тоже дадим слово, чтобы они свою азербайджанскую позицию, факты, как ты говоришь, могли здесь озвучивать, давать ссылки. Да нет, они источники фактов. Источники фактов – это эксперты, это там юристы и тому подобное. И зафиксированные доказательства факты. Нет, источники фактов – это не эксперты и не юристы. Источники фактов – это факты. Это миллионы беженцев на территории Азербайджана. Но точно так же с армянской стороны тоже беженцы. Нет никаких беженцев с армянской стороны, какому ты рассказываешь? В смысле, как нет? С армянской стороны на территории Карабаха есть армянские войска. Вот что есть. Ну, были. конструктивный диалог я понимаю что конечно ты это ведешь к тому чтобы сорвать видимо этот разговор к тому что у нас ничего не получилось разговора сказалось оценочное осуждение но но мне так могут берут и оценила с моей стороны я оцениваю тоже самое ты неконструктивно сейчас говоришь я двигаюсь дальше говоришь факты которых по-твоему это аксиомы и доказательства не нуждаются я ставлю под сомнение именно я не то что под сомнение я не ставлю под сомнение то что там 90 процентов были армяне я говорю это ложь мерзкая наглая это неправда я говорю я не ставлю это под сомнение давай двигаемся дальше ну а хорошо значит каждый будет говорить какую-то свою правду и утверждать что он по-любому прав я правильно так понимаю так что без без разницы это давай просто пенимся дальше останавливайся на этом этих на этом народе там этих 90 процентов и на воле давай двинемся дальше да иду дальше ты мешаешь мне идти дальше понимаешь ты пересекаешь мы будем так мы будем у меня в речи будет и вы звучит будут звучать риторические вопросы и когда я закончу просто закончу захочешь на них ответишь захочешь не ответишь значит во время советского союза если мы опять-таки смотрим с юридической точки зрения на все это советского союза карабах нкао тогда на горло карабахской автономная область в котором население армении армян население армян было 90 процентов заявили что хотят они быть это решение не поддержалось москвой пока тоже естественно это не приветствовала но в момент значит восемьдесят восьмом году сначала что я как переселение в принципе происходили восемьдесят восьмом году был погром сумга это 90 году погром баку и эти события стали причиной взаимных переселений армян там проживала в баку сумга это около 500 тысяч те переселялись и те переселялись в момент развала советского союза то есть когда это государство перестало существовать и образовались три новые государства в кавказе и закавказе армения грузия азербайджан карабах в этот момент никакого уже фактического никакой фактической связи ска с азербайджаном не имела то есть местное население которое там на тот момент было не получил не взял гражданство азербайджан азербайджана властям не подчинялась там не было азербайджанского флага то есть ничего общего фактически с азербайджаном уже не было то есть это фактически был были территории с определенным населением которая просто отказывалась подчиняться азербайджанским властям так вот когда в секунду образования независимого государства территория на которую претендует это государство фактически абсолютно никакого отношения не имеет этому государству как можно это государство это эту территорию считать территориальной общей территорией данного государства но это ты задай вопрос мировому сообществу почему ты задаешь нам эти вопросы почему нам я я тебе задаю не нам кому-то я конкретно тебе задаю твое мнение нет это вопросы были были риторики и они как бы ко всех ко всем слушателям окей ты говоришь что как можно считать хорошо а когда надо считать объясни тогда дай нам понять а каким государством нужно точнее как нужно определить эту территорию вот на твой взгляд карабах если мы берем юридический момент то нужно сначала ссылаться на факты фактически эта территория имеет отношение к этому государству или нет и ответ на мой вопрос скажи мне на твой взгляд какое мнение у меня должно быть у меня и у всего мира я не могла быть по поводу карабах ничего не должно ты говоришь что как но может считаться таковым а каким оно должно тогда считается скажи на ровно таким каким считает этого населения проживали как им считает это население данную территорию на тот момент читала себя независимым государством окей значит соответственно и мы и весь мир должен считать это эту территорию независимым государством да такое то так я понимаю справедливость хорошо тогда объясни мне почему вы армяне не считаете эту территорию независимым государством значит мы армянами жиду армия официальная армения мы это армяне это на социальном уровне всякой может считать если не менее так это не работает как бы у вас есть свое государство вы народ который которому позволили самоопределиться вы имеете свое место в организации объединенных наций поэтому ваше государство изъявляет волю армянского народа большинства армянского народа так как нет это не демонстрация у вас правительство избирается почему вы не признали это государство независимым нет во первых во первых наше правительство не поле армянского народа это неправда более того армении проживающий за пределами армении 3-4 раза больше чем население самой армении поэтому не может быть так чтобы значит волю народа изъявлял какой-то правитель потому что они могут через год меняться и каждую свою волю и свое мнение будет говорить нет 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 это это не работает потому что у вас именно демократия у вас демократическим путем избираемые избираемое правительство и ни одно правительство за эти первом году не признавала не признавала карабах или арцах как вы его называете отдельным государством тогда почему вы требуете это от меня от чеченцев от испанцев а я разве это требовал я тебя не согласен с моим тебя привело сюда несогласие с моим мнением что карабах это азербайджан ты с этим не согласен что это мое мнение необходимо его изменить как я влияю разница в том разница в том что и я говорю про твое мнение а твое мнение и мне и международного сообщества это разные вещи ты сейчас говорить почему международное сообщество не при не признала это а потом переводишь стрелку на себя говоришь а почему ты от меня хочешь я хочу чтобы ты слушай это все ты не пытайся так разграничить я тоже часть этого мирового сообщества ты в моем лице ты видишь мнение чеченцев мы тоже являемся частью мирового нет не переворачивать люди не признаете территорию независимой почему ты за меня говоришь кого я вижу в твоем лице я в твоем лице тебя не сейчас ты сам это сказал что тебя волнует аудитория на которую я обещаю это было хорошо давай так тебя не волнует мнение мое и мнение людей которые меня слушают твое мнение которое звучит закрытых пространствах то есть у тебя в комнате среди твоих друзей перестань ты понял мой вопрос не повторяйся тебя волнует или нет ты просто ответь тебя волнует или нет ты нервничаешь в целом послушай у нас с тобой разговор так не пойдет если ты будешь просто тянуть время ты ответишь на вопрос или нет ты не со мной общаешься на нервах на нет я с тобой так как так как я считаю нужным но не рассказал тебе не нужно тебе не нужно уважение в свой адрес после того же тех заявлений что ты сделал поэтому опять тебе вопрос у меня у тебя не получится вот так у меня по лабиринтам ты скажи мне почему вы армяне не признали арцах почему вы их кинули это значит не признали вы кинули их пасть вы дали им заявить о своей независимости и сами же сейчас просто чушь несешь чушь несешь ты ты и каждый кто не согласен с тем что карабах ты мне право дал имени армян там стукаву кинул там такие заявления а у кого мне нужно брать это право ты мне говоришь чтоб ты мне говоришь что ты от моего имени можешь сделать заявление да кому твое имя нужно и заявление твоего имени нужно о чем ты говоришь ты мне объяснил почему вы понимаешь что ты не выведешь от разговора независимых не пытаетесь нам навязать это мнение послушай послушай меня не нервничай успокойся мы вдвоем я я спокоен я я не говорю вы я говорю ты мне у меня у меня нет вот этого кухонного разговора ты я я говорю вы ты же прекрасно понимаешь что никакого конструктива и никакой последовательности вообще нет в истории новейшей истории армении поэтому ты расскажи там у себя про конструктив и последовательность вы знаете что что значит когда действие непосредовательные это когда вы называете государство независимым но сами же его не признаете когда вы требуете от других признание но сами этого не делаете вот это непосредовательность было соглашение в минской группе области в том числе и он что вопрос должен решиться исключительно мирным политическим путем и под этим документом подписывались стороны все стороны подписывали что военное решение проблемы исключается поэтому когда мы говорим что одна из сторон а именно азербайджан значит начал войну это уже нарушение этого юридического положения это с точки зрения юридической части с точки зрения человеческого фактора я не знаю моральных моментов сегодняшний день то есть момент до момента когда 27 сентября война началась ситуация была следующая был статус кво война была закончена собственно говоря прошло 30 лет я думаю абсолютно большинство с обеих сторон уже привыкли к тому что есть естественно одной стороне больше не устраивало это азербайджанская стране и для того чтобы этот вопрос решить без крови без каких-то дополнительных проблем угнетания ненависти и так далее можно было мирно решить этот вопрос и значит армянская сторона соглашался на следующие условия для того чтобы мирно решить вопрос значит есть нко бывшие бывшие границы советского карабаха и есть так называемые оккупируемые районы это прилегающие районы то есть карабах не территории которые контролировались армении армянами или не полностью на не на все территории настаивали армия с армянской стороны было следующее что давайте нко признаем независимым государством остальные территории за исключением сухопутной связи с карабахом все остальные территории возвращаются вам абсолютно без крови да понятно как ты и говоришь что кто там раньше был прав чьи территории это были раньше по историческим каким-то там мерками так далее это это все как ты говоришь будем считать что неважно есть то что имеем имеем сегодня статус-кво и армянская сторона соглашается говорит давайте территории вернем вам без крови абсолютно это будет признаем вашей вашими территориями карабах признаем независимым государством и в этом карабахе это то есть не армения не азербайджан и в этом карабахе пожалуйста будут жить веселинцы эти азербайджанцы которые покинули карабах вернуться туда и армяне азербайджанцы вместе будут жить карабахи собственно говоря как и до этого жили предложение было следующее которое было отвергнуто взамен на это произошел произошла война в результате которого десяток тысяч людей погибли с обеих сторон и в итоге и конечном итоге вопрос тоже не решился так вот вопрос у меня к тебе ты я слышал ты говорил по любому должна была быть война этот вопрос исключительно с помощью войны нужно решить по сути ты был за то чтобы люди гибли и в итоге вопрос все равно решился как ты считаешь эта война была оправдана и насколько с моральной или там юридической точки зрения было правильное решение поевать они мирно решить полностью оправданно азербайджан вернул свои территории взял их под контроль иначе их никак вернуть невозможно было это было очевидно 30 лет эти разговоры переговоры ни к чему не вели соответственно азербайджанцы на своей уже не согласовалась возвращать части я как давай так ты говорил когда я тебя не перебивал теперь я отвечаю на вопрос ты меня не перебиваешь азербайджан провел военную операцию на своей суверенной территории вернул свои земли обратно под свой контроль вопрос карабаха он по сегодняшний день конечно же до конца не решен к сожалению там находятся российские войска российские миротворцы но это уже гораздо лучше чем то что было и я считаю что с точки зрения результатов война была полностью оправдана а кто ты говорил по поводу этих хронологии этих событий мол то что там было статус-кво было и так далее это это такое лицемерие просто взяли оккупировали чужую территорию и говорите в какой статус-кво подожди ты говоришь чужой карабах чужой то не считаем понимаешь это сам люди проживают там не перебивай пожалуйста не перебивай ли я вынужден буду тебя выключать когда я разговариваю вот смотри смотри ты не перебивай меня я не закончил свой разговор меня не перебивай а ты меня лицемерно называешь тебя тебя когда я захочу тебя назвать лицемером мини что меня не остановит поверьте я сказал это лицемерие но когда тебя лично я заканчиваю речь так вот вы оккупировали и карабах который непосредственно азербайджан хотите вы того или нет но вы также оккупировали районы вокруг карабаха который ты говоришь статус-кво лицемерно чужие территории его удерживали если это твой статус -кво устраивал тебя и людей в армении то в азербайджане он никого не устраивал и поэтому азербайджанцы войной освободили свои территории и правильно сделать я закончу о том что эти территории предлагалось без войны ты не говоришь они оправдана война я тебе сказал про то что азербайджан соглашался не будем к этому возвращаться ты задал по этому поводу вопрос я ответил ты не ответил на мой вопрос ты не какой-то другой ты постоянно повторяешь одно и то же во время своей речи ты говоришь вещи которые не соответствуют действительности которые не соответствуют действительностью но я теперь я это уже сказал то что по твоему мнению соответствует действительность и но что поделаешь вот такая у нас с тобой действительность разная давайте дальше Graham fishox 20 обращается то что сказал не считать отвечая на твою сказанную что значит давай не будем возвращаться если считаешь незаконченный вопрос тогда я хочу вести поправки в этом вопросе я как раз говорил о том, что мирно предлагалось это возвращать. Ты говоришь, что все равно война оправдана. Ты это до этого уже сказал. Подожди, 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 подожди. Александр, ты до этого это сказал, все это проговорил и спросил у меня, как ты считаешь, это было оправдано? Я тебе с учетом всего этого ответил, да, это было оправдано. Давай двинемся дальше. Хорошо. Тогда я просто для себя делаю вывод и иду дальше. Вывод следующий. Если можно мирно, без крови что-то делать, ты за того, чтобы гибли люди. Это мой вывод уже. Далее. Это неверный вывод? Это вывод неверный? Это ты уже сам подумай, верный, неверный, как ты говоришь, я сделаю свой вывод. Это твое право, но я должен сказать, что это вывод неверный. Отлично, ты сказал уже. Слушатель сделает вывод уже самостоятельно. Значит, идем дальше. Хорошо. Значит, ты говорил, помню момент, когда комментировал, что человек, который уходит из своего дома, там, где ты его критиковал, осуждал. То есть человек, который построил дом, посадил дерево, у него это отбирают насильно, выгоняют, забирают у него то, что он сам делал своими руками. Он должен был еще и ремонт делать, и там, не знаю, там, ковер постелить, красную дорожку, чтобы пришли и овладели тем, что его собственность. Вот что значит? То есть ты критиковал это в каком смысле? То есть ты думал, должно быть так, чтобы он еще и «Добро пожаловать» написал на стенах? Да нет, никаких проблем. Если он так посчитал нужным, пускай он так и сделает. Но, на мой взгляд, когда ты приходишь на чужую территорию, ее оккупируешь, выгоняешь коренное население оттуда, сажаешь на свои деревья... Подожди, я разговариваю, подожди. Ты уже не... Ты уже в этом месте... Так, ладно, я буду тебя выключать, пока я буду говорить, потом буду включать. Если не хочешь, чтобы я так поступал, то не перебивай меня. Строит там дома, сажает там деревья на чужой территории, завозит туда своих родственников и так далее. И потом, когда у него эту территорию забирают, мне кажется, чисто с человеческой точки зрения можно было бы хотя бы деревья оставить настоящим хозяевам этой территории. Значит, ошибка в том, что это не завезенный человек, это местный человек, это человек, который там... Карабахец, армянин, который родился, жил в Карабахе. И дом свой построил своими руками, посадил свое дерево. И здесь вопрос возникает такой, когда, собственно говоря, были заявления политические со стороны Хлама Алиева, он говорил, что у нас нет претензий к населению Карабаха, к хорошему местному населению. У нас есть претензии типа к армии. И когда территории будут с нашей стороны освобождены, все люди, проживающие там, там могут спокойно жить в составе Азербайджана или, не знаю, там, автономии и так далее. Но факт в том, что когда это освобождение произошло, этого человека выгнали из своего дома. И я не знаю, какие принципы человеческой морали должны двигать человеком, им, того, кто покидает, чтобы он сказал, ну ладно, меня покидают, я и подарю выращенные, не знаю, деревья, дом, все это подарю, еще и там добро пожаловать напишу. Естественно, он в обиде, он не хочет, чтобы его труд за много-много лет просто так достался людям, которые у него забирают. Я думаю, здесь опять-таки идет ложь с вашей стороны, так как этого человека никто не выгонял, по моей информации, этих людей. Они наоборот, так как эти территории переходили под контроль Азербайджана, они оттуда эвакуировались сами, их никто не выгонял. И эвакуируясь, они сжигали все свои дома и сругали деревья. Твоя информация неверна, я могу тебе даже видео отправить, где людей дают время, ну, людей дают время и выгоняют из домов. Я думаю, я думаю, здесь, если такое имеет место быть, то, скорее всего, это давали время тем, которые на азербайджанских, в азербайджанские дома заселились, на азербайджанских участках построили свои дома, вот таких, наверное, выгоняли и правильно делали, так как это чужое имущество. А так, в целом, армян никто оттуда не изгоняет. Ты не считаешь, что вот даже в том случае, когда у тебя недостаток информации, ты автоматически полагаешь произошедшее такое, которое выгодно той стороне. Вот ты действительно думаешь, что это непредвятая позиция? Нет, я думаю, это абсолютно непредвятая позиция. Она полностью согласуется с официальными заявлениями их политической верхушки. Поэтому я из этого делаю вывод. Но с армянской политической верхушкой не согласовывается. А брать твою версию за истинную, разумеется, здесь никто не будет. Почему нельзя было ты говоришь за войну? Нельзя было признать независимость Карабаха, где могли жить абсолютно все национальности, которые желают там жить с гражданством Карабаха. Почему Азербайджан должен признавать свою территорию независимым от государства? Потому что это Азербайджан. Ты считаешь территорию, а почему ты эту территорию считаешь азербайджанским? Потому что вот так я считаю. Я считаю, и азербайджанцы считают, и без основ, без каких-то... Погоди, погоди. Так как бы это считает Азербайджан, это считает весь этот мир, это считает сама Армения, поэтому... Нет, Армения не считает. Нет, нет, погоди, погоди. Армения считает. Армения не признала эту историю независимым государством. Правильно. Я сейчас поясню. Поэтому я тоже ее считаю. Поясню, значит, Армения, между Арменией и Азербайджаном не существует никакого договора о признании и демаркации, демилитации границ, то есть территориальную целостность в целом, с юридической точки зрения, не Армения признает Азербайджан, не Азербайджан, Армении. Их границы существуют по признанию ООН, а они между собой свои границы не уточняли и не признавали. Армения не признала независимость Карабаха, но и территориальную целостность Азербайджана тоже не признала. Нет, это игра слов. Это уже игра слов. Если эту территорию не признают независимым государством, это значит ее признание территорией Азербайджана. Иначе это никак трактовать невозможно. Поэтому, когда Армения признает эту территорию независимым государством, тогда ты сможешь меня спросить, почему я считаю эту территорию Азербайджаном, ведь Армения считает не так. Пока ты не можешь мне задавать этот вопрос. Не, не, не. Это совершенно разные вещи. Опять-таки, признать территорию целостность или признать, не признать на каких-то территориях государства. Ну ладно, тебе это не нравится, но так обстоят и ладно. Ну это не нравится юридическое такое положение. Значит, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что ты считаешь эту территорию Азербайджанской, потому что так считает международное сообщество. И в первую очередь сама Армения. Нет, Армения не считает. А я говорю считать. Считает. Что значит я говорю считать? Она считает, потому что если она не признает ее ни Арменией, ни независимой территорией, то значит она ее признает Азербайджаном. Она имеет к этому нейтральную позицию. Не может быть к этому нейтральной позиции. Не может быть. Это не тот случай. Ты юрист? Что? Ты юрист? Нет, я блогер. Я связист вообще. Ну вот, а можно, если у тебя есть такое желание... Нет, желания нет, Александр, даже не умничай. Никаким желания нет. Я, который лучше изучил этот вопрос в отличие от тебя, я и говорю, что Армения имеет нейтральную позицию. А я тебе говорю нет. Я тебе говорю пока Армения не признает с этой территорией, она признает ее Азербайджаном. Давай дальше. Вот дальше идем и говорю. Соответственно, международное значит, что признает международное сообщество? Я оспариваю это, да, на какие Армения там и Карабах хоть и непризнанно оспаривал это. И если просто брать во внимание исключительно то, что там, что признает международное сообщество и так далее, то в принципе в мире, во всем мире никакие границы они не должны были до сих пор измениться после 45-го, да, или там 46-го года, когда он был создан. Вообще не должны были измениться. И вообще карта выглядела вообще иначе просто. Что интересно для меня, вообще в принципе люди, которые вот как ты придерживаются в позиции, что вот международное сообщество, там какие-то государства, все государства признают или не признают, но в моментах, когда им это не выгодно, да, то есть сразу все меняется, то есть а нет, международное сообщество можно меняться. То же самое, если параллель вести про твою позицию, то же самое у азербайджанца по поводу там северного Кипра и так далее, других там конфликтов с Пакистаном, Индией, там, и заказки. Кстати, вот про северный Кипр, я хочу тебе, очень хороший параллель ты провел, я тебе объясню, разницу между лицемерной позицией Армении и вполне последовательной позицией Турции. Лицемерие Армении в том, что они не признали Карабах или Арцах, как его называют, государством. Турция признала независимого Кипра. Но весь мир считает это оккупированными территориями. Вот это и есть моя главная претензия к вам, к Армении, к Армянам. То вы не признали Карабах? То вы, осуждая нас за нашу позицию, вы сами не признаете Карабах в зависимом государстве. Чтобы быть последовательным, вам нужно было в момент, как только появилась эта проблема, сразу признать Карабах в зависимом и потом ты признал. И тогда ты его признал. Плевать было бы на все мировое сообщество. Вот такая должна быть истинная позиция, искренняя. А когда вы пытаетесь и рыбку съесть и косточкой не подавиться, то результат получается просто окончание этой пословицы. То, что получилось в результате войны. То есть, я так понимаю, что, допустим, если завтра Армения признает Карабах, то все в корне меняется своей позиции, да? Нет, моя позиция может быть неизменной. Это мое право. Но вы были бы последовательными. А так, когда вы сами не признали, я не расслышал, я не расслышал. В случае, допустим, завтра Армения признает Карабах, твоя позиция изменяется от этого? Нет, твоя может не измениться, но вы будете более последовательны и искренны. И у меня будет уважение к вашей позиции. А сейчас у меня ее нет. Да, мы же не обсуждаем, уважаешь ты позицию или не уважаюсь. Мы обсуждаем то, что твоя позиция, она изменна или неизменна. Так вот, просто не изменится. Значит, ты говоришь, что ты считаешь Карабах не только потому, что международное сообщество не признает, а потому, что еще и Армения не признает. Получается, если Армения признает, то по логике вещей ты должен уже изменить свою позицию. Кто меня обязал менять позицию? Я не обязываю. Вы по логике вещей. Кто такие правила игры вводит? Я свою позицию могу... Никто не говорю, по логике, по моему пониманию. Даже если весь этот мир признает Карабах Армении, я могу противостоять этому. Меня никто не обязывает менять свою позицию. То есть мы сходимся к тому, Моя позиция здесь не должна вообще никого волновать. Позиция Армении не должна... Когда ты такие вещи говоришь, мы сходимся к... Смотри, когда я говорю, когда я чеченец, говорю, что Чечня это суверенное независимое государство, когда я сам это не признаю и требую от тебя это признать, это трах последовать, это просто лицемерие. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Субтитры создавал DimaTorzok